Первые обращения от селян поступили в нашу редакцию еще в четверг, когда жители оповестили о планах энергетиков отключить электроэнергию с 8 утра до 5 вечера в пятницу. Ведь часть домов и отапливается при помощи электричества. Почему работы на сетях нельзя было провести раньше, до морозов измущались попавшие в зону отключений. Однако в филиале их энергопоясняют, это не плановые мероприятия. Они меняют оборудование, которое сейчас перестало справляться с выросшей нагрузкой и стало автоматически отключаться. По словам исполняющего обязанности главного инженера Алексея Блудова, фактическое потребление в этих деревнях превысило мощности, которые были заявлены жителями при тех присоединениях своих домов. И соответственно из-за того, что люди просто топятся, скажем так, электричеством, включают дополнительную какую-то мощность для того, чтобы повысить свой комфорт, происходит отключение линий электропередач. Соответственно нам приходится в срочном порядке разрабатывать корректирующие мероприятия, которые позволят не допускать впоследствии этих отключений. Вот скажем так, если по Богородскому, то сегодня подрядные организации монтируют дополнительный фидер для того, чтобы, ну скажем так, исключить эти отключения. Запасы по мощности всегда предусматривают, уверяют в ФНРГ, но и их оказалось недостаточно. В Заречии сейчас, к примеру, пришлось менять трансформатор с 250 кВА на 400, а еще разделить нагрузку на несколько воздушных линий фидеров, чтобы сбалансировать потребление. Ранее этой потребности не возникало, замер нагрузок по техрегламенту выполняется дважды в год. В прошлом году превышения нагрузок по этому фидеру выявлено не было. Соответственно мы стараемся реагировать оперативно, корректирующие мероприятия разрабатывать быстро и это быстро решать. Отсутствие электроэнергии в Говядове и Беленицах связано с работами в Заречии. Теперь отключения из-за перегрузки сетей там быть не должно. Так же, как и в Богородском. В этом селе не будет и планового отключения 5 декабря. Все необходимое уже сделали. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания БАРС. Продолжение следует...